Всем привет, мои дорогие подружки! Что бы еще меня порадовало после больницы, как не новые посылки. Сейчас вам покажу и открою вместе с вами некоторые из них. И вообще, знаете, пришло время чего-то новенького осеннего сезона вам показать. Поэтому давайте начинать. Надеюсь, мои руки вас не будут смущать. Конечно же, я как всегда знаю, что находится в моих посылках. Потому что, ну как вам сказать, я немного получаю посылок. Но они от этого становятся не менее интересными. Вау! Да уж! Смотрите, как красиво! Это очень красиво! Валерия, это просто прекрасно! Так, какая открытка! Это у нас Ван Гог. Очень красиво! Вау! Нет слов! Так, следующий этап. Ну просто так выглядит рай, понимаете? Оп! Оп! Чтобы вы, мои зрители, ничего не пропустили. Я показываю вам просто все. Так. Это подарок, я так поняла. Просто красного ничего не было. Супер! Так, если вам вкратце, перед лукбуком и тем, что я покажу на себе эти вещи, это блуза, платье и еще одна блуза. Поиск платья. Я решила ворваться в видео. Привычно для вас видео. Вот моя решенка. Вот вещи, которые мы сейчас будем с вами смотреть. И я. Перед началом своего основного, своей основной части видео, я хотела бы сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку. Спасибо, что вы так откликнулись. Спасибо, что вы были со мной и поддерживали меня. Мне были очень приятны ваши слова поддержки. Огромное вам спасибо за это. Возвращаемся в наш старый и любимый мною и, думаю, вами формат. Так, мы с вами уже сделали распаковку, но я только вкратце обо всем рассказала. Давайте обо всем по порядку. Значит, мне пришла посылка от Валерии, девушка, о которой я вам уже рассказывала. У нее есть своя страничка на сайте Etsy. Etsy – это такая, знаете, интернациональная наша шафа. Ну, вот это, вкратце. Но там все намного круче, намного уровень повыше, качество и выбор одежды, конечно же. И Валерия, собственно говоря, имеет магазин на этой платформе. В магазине у Валерии просто много, много, очень много всего классного и интересного. Я могу, конечно же, много рассказывать, но буду вам тут параллельно все показывать. Выбор винтажных вещей от человека, который реально понимает во всем этом, это просто нечто ее стилизации. Конечно же, там можно найти девочки, знаете, что? И Fenty, и Escado, и Saint Laurent, конечно же, просто персик. Я советовала бы вам обратить внимание на сумки обязательно, на шелковые рубашки. Там огромный просто у нее выбор. И, конечно же, кто ищет те самые винтажные вещи, брендовые, не побоюсь этого слова, то вам абсолютно точно к ней. Что же я получила в подарок? Первое, с чего я начну, это такая блуза. Блуза в стиле вестерн, но посмотрите, с какими деталями. Это просто нереально круто. Это действительно винтажная вещь. Она белого цвета, но даже, знаете, не белоснежного, а, как я люблю говорить, цвета off-white. Это просто, ну, нереально красиво. Эти плечи, но больше всего мне нравятся декоративные элементы в виде кружева и бахромы. Очень красиво смотрится. Как вы уже смогли заметить, с моего короткого вступления, я делала такой небольшой лукбук и сочетала эту блузу с голубыми джинсами. У меня это джинсы Wrangler. Я их купила тоже вместе с вами. Они из магазина Second Hand. Почему тут рассказывать? Так, они из мужского даже, я не побудусь этого слова, отдела. Не знаю почему, мне кажется, они туда просто залетели случайно. Ну, почему бы и нет? Why not? И я надела свои казаки белые с таким удлиненным носком. Я в предыдущих видео, когда рассказывала о сапогах-трубах, я говорила, что у меня уже прям огромная коллекция сапог, ботинок в таком стиле бестом. Поэтому, ну, сама блуза как бы играла в эту сторону. Похожие блузы есть в Заре. Сама я в Заре не была, только видела на сайте и на этих обзорах. Поэтому, скажите, может кто-то покупал такие блузы с декоративными элементами и с плечиками. Как это выглядит все? Потому что моя, она просто очень качественная. Но мне кажется, если бы все эти декоративные элементы, кружева и бахрома были худшего качества, она просто бы не смотрелась. Ну, либо смотрелась очень жутко. Поэтому дайте знать, возможно, кто-то себе покупал, либо кто-то был в магазине и щупал, трогал. Поэтому жду вас. Как всегда в комментариях. А, также я добавила свою шляпу. Вот она перед вами. Я тоже о ней рассказывала. Это шляпа от ГЭС. Это единственная моя вещь, правда, от ГЭС. Поэтому вот такая вот у меня стилизация. Немного вестер, но это совершенно носибельный образ. Почему? Надеть наверх пальто-халат черное. Вы его увидите далее. И все. Также блузы можно сочетать и с юбками. И с брюками. Но с джинсами, но это мне больше нравится, особенно с голубыми джинсами, мне прямо оно играет в свою музыку. Второй вещью стало платье. И когда я выбирала вещи, я говорила Валерии, вот без этой вещи, вот я буду уже не я. Она настолько мне запала эта вещь в душу, это платье просто мое-мое. Оно из достаточно плотного хлопка. Также здесь присутствует бахрома. Вообще, мне кажется, у меня какой-то бзик на бахроме. И она очень нравится в этом сезоне. Спинка. Здесь очень красиво выполнена спинка с золотыми пуговицами. Но в лукбуке уже более подробно вы все увидите. Что я еще хочу сказать? Я его сочетала вот с этим вот пальто-халатом, о котором я рассказывала перед этим. Вообще вещь универсальная. В прошлом году осенью... Подождите. В прошлом году осенью я делала пять образов с этим пальто. Поэтому обязательно переходите. Видео не потеряло своей актуальности. Только там, знаете, что плохой звук. Но я еще не знала, как пользоваться своей влоговой камерой. Поэтому, извините. Кому интересно, переходите по ссылочке вверху. За счет того, что платье длинной миди, оно очень универсальное. Я здесь его сочетала с своими сапогами-трупами. Но отлично я дома примеряла. Отлично платье смотрелось и с лодочками классическими. К нему был пояс. Вы его тоже видите. И этот пояс я использовала в предыдущем образе с джинсами. Пояс мне очень понравился. Наверное, мне знаете, что понравилась? Пряжка. У меня такой пряжки никогда не было. Хотелось примерить на брюки, на джинсы. И вообще классный пояс. Многофункциональный. Он тканевый, но он вообще классно держит. Джинсы, видите, я себе так талию подсобрала в предыдущем видео. Поэтому я даже для себя открыла, что тканевый пояс может хорошо держать вещи. Эти вещи стали сюрпризом для меня лично. Это красная кофта с просто нереально красивой фурнитурой. Я как-то всегда думала, что красная, но мне не очень идет. Ну не знаю, для меня это спорно. Вот напишите, мне идет красная или нет. Мне интересно ваше мнение. Так вот, я ее примерила. И она настолько, знаете, берет на себя все внимание. Вещи Валерии, это вещи изюминки. Знаете, вот вещь, на которую обязательно все будут обращать внимание. Вот на это платье все обращали внимание. На эту блузу все обращают внимание. И, конечно же, они даже догадаться не могут, что это винтаж, а не масс-маркет. Пока это все, знаете, это сейчас настолько все актуально. Винтаж настолько вот приобрел свою такую нишу. Это настолько круто стало, что сейчас, мне кажется, уже никого не возникает. Знаете, вопрос, а это тебе там от бамы, от бабушки досталось. Либо ты нашла какой-то суперский сайт типа Etsy. И нашла себе вещь такую крутую, такая модная. Уже ни у кого такого диссонанса не вызывает, как раньше это было. Она просто нереально скроена. Фасон. Фасон таких девяностых. Фурнитура. Золотая, даже немножко с бронзовым таким отливом. Сочетала я ее очень-очень в классическом варианте. Я просто надела брючки такие скини черные. Сапоги, те же самые сапоги трубы. И пальто-халат. Я ничего не выдумывала специально для того, чтобы показать вам, насколько вещи универсальны, носибельны. И как их можно сочетать с достаточно базовыми вещами, которые есть в каждом гардеробе. Я всегда говорю, что в мои видео, когда я показываю какую-нибудь стилизацию и рассказываю о вещи, я всегда говорю, что вы, вот ты можешь создать абсолютно точно такой же образ. Из тех вещей, которые ты найдешь, просто открыв свой шкаф. Поэтому, девочки, пробуйте, экспериментируйте. У вас, конечно же, все получится. Я в очередной раз говорю спасибо Валерии. Она действительно мне подняла настроение после больницы. Эта посылка была просто, ну как подарком, знаете, как на Новый год. Я безумно рада, на самом деле. Второй посылкой была посылка с сайта американского. Вот здесь напишу, не знаю просто правильно, как произносить, не хочу сделать ошибку. Это белье. И когда мне написали на почту, что мы хотим с вами сотрудничать, я подумала, что придет какая-то... Но пришло вау. Действительно красивое белье пришло. И мне сказали, вы знаете, вы посмотрите посылку, и вы можете не показывать ее на себе. Но я, как вам, подружкам своим, почему бы не показать на себе? Причем, я же купальники летом показываю, в чем проблема, правда? Ну, конечно же, в стилизации. Итак, начнем с первого. Первое я покажу, что я покажу. Первое, что я вам покажу, это будет такой лиф. Лиф достаточно гладкий, приятный, пудрово-розового, такого девчачьего цвета. С золотой фурнитурой. И на фурнитуре прямо указано название сайта. Вот эти вот три буквы, они здесь, как лого, в принципе, везде. Он очень удобный, практичный. Из-за того, что здесь нет пушапа, он достаточно комфортный. В носке я его надевала, когда снимала для вас это видео. Думаю, в повседневной жизни он мне будет служить еще долго. С чем я его сочетала? Я его сочетала с белой рубашкой, чтобы показать вам, чтобы вы не боялись цвета. Конечно же, не салатовый какой-то лиф, а телесный, либо такой пудровый. Это смотрится красиво. У меня это белая рубашка от Hugo Boss. Я ее купила в последний день в магазине Second Hand. Тоже для вас оставлю подсказку. С ней смотрится достаточно хорошо. Ну и вообще мне нравится белье. Очень красиво. Так, второе. Второе. Я заказала себе боди. Боди на кнопках. Удобное и очень универсальное. Цвет модненький. Ну, согласитесь, кто вспомнил цвета фантон на 2020 год. Красивый цвет, красивое, качественное кружево. Я забыла сказать, что это достаточно качественное белье. Везде лого. И здесь, позади, смотрите, открытая спина. Голая спинка. Вот так сделана кружевом. Вообще красивая модель. Присмотрите, девочки. Так, с чем же я ее сочетала и буду сочетать? Я буду носить ее с костюмами, как боди. Закрывать пиджак и таким образом носить. Вам же я показала варианты с блузой. Прозрачная блуза. Смотрится очень красиво. Элегантно и женственно. Нет никакой такой, знаете, вот этой вот пошлости, которая нам, конечно же, не нужна. Ссылку для вас я оставлю внизу. Обязательно посмотрите. Видите, качество просто невероятное. Девочки, присмотритесь к таким моделям. Ну что ж, на этом я буду с вами прощаться. Напишите, что из показанного мной вам понравилось. Жду вас, как всегда, в комментариях. Говорю вам огромное спасибо за просмотр. И до скоро. Всем пока. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok